всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог я только что наконец-то дошли руки сшила вот эту раскраску из двух из двух в одну ну потому что я ее сшивала даже в ней раскрасила иллюстрацию но я там заметила что я один лист два листа между собой перепутала вот отвлеклась поэтому переделала так сказать но нужно было сшить и найти у меня всегда между словом надо и действием проходит какое-то время надо собраться с мыслями но вообще как говорится самое главное начать там все уже легко просто и быстро ну в общем раскраска уже может отправляться на полочку так я решила начать сегодня волшебный мир из серии 16 витражных раскрасок здесь я для себя решила что теперь буду раскрашивать акварелью хотя может быть что-то когда-то попробую карандашами в конце концов вот в звездных войнах я раскрашиваю карандашами но там совсем мелкие детали хотя в принципе здесь тоже вот например какая мелкотня самый раскрасить а может быть буду совмещать посмотрим тоже будет интересно наверное сейчас я выбрала вот эту иллюстрацию достала краски акварельные салфетку и кисточку с резервуаром для воды ну и сейчас приступлю конечно же покажу все это на камеру как я говорила планы выполнены перевыполнены ну и теперь я раскрашиваю вот прям вот на что есть настроение то и раскрашиваю так сейчас начну с синей зеленой краски я уже в другой раз краски тоже но вот там была же подводная тематика тоже выбирала именно эти оттенки хотя в этом наборе вообще есть где разгуляться но в общем здесь я просто так стараюсь выбирать наиболее морские цвета как мне кажется вот мне уже нравится как получается к тому же акварель и она же такая прозрачная тоже нужный эффект создает сейчас все сначала постараюсь закрасить одним цветом потом другим но хотя так никогда не получается потому что вот раскрашиваю думаю все больше не видишь цифры букв нужных а переходишь к другому я думаю так почти у всех а потом уже снова увидишь сколько всего пропустил мне очень нравится этот процесс я в принципе наверное даже раскрашиваю здесь акварелью не потому что так аккуратнее и даже не потому что на с обратной стороны фломастеры могут протечь это конечно вопрос важный но по факту я так вот подумала для меня он явно второстепенный если не на самом последнем месте вот я здесь акварелью крашу я поняла просто так вот задумалась на самом деле просто хочется красить акварелью сейчас ну и разнообразие хочется в отдыхалочках так классно вот этот вот оттенок подходит под кожу здесь вообще отлично прям вообще еще будут фломастеры даже на те же брашпены пришлось бы долго подбирать а здесь все настолько проще и вот если заезжаешь куда-то за линию то тоже все легко исправить даже когда подсохнет какие-то косяки вылезают можно все тоже без проблем поправить это конечно здорово но надеюсь с обратной стороны ничего не протечет потому что в той раз крану в другой раскраски в которой я попробовала подобный способ там ничего не протекло но как мы знаем даже в одной раскраске бывают разные страница уж в одной серии с разными названиями покупаешь там тем более ну надеюсь все будет хорошо тоже красивый цвет и такой к воде очень подходит к водной тематике потом когда все подсохнет я уже посмотрю буду я чем-то дорабатывать или не буду дорабатывать иллюстрацию тут вот цветов в принципе не так много но очень классное сочетание мне нравится прям в моем вкусе потому что меня последние там годы прям переклинило на вся цвете морской волны мятном цвете и тому подобное что если я раньше любила больше зеленый оранжевый синий я как бы и сейчас эти цвета люблю но на мятном просто повернулась вот а конец месяца я вот рассказывала что я люблю когда планы выполнены можно там пораскрашивать свое удовольствие но для меня это знаете еще особый кайф потому что реально каждый день снимаешь и снимаешь по много потому что это необходимо делать и да я еще удивляюсь как мозгами то не тронулась с этими съемками вот но с другой стороны знаете по плану все равно во-первых планы на месяц все равно смотрят это видео плюс это мотивирует как-то организовывает и потом если всегда бесплатно красить это тоже приезд а тут вот контраст сначала как-то собираешься делаешь то что нужно ну и потом что план это надо составить то есть все равно решить чтобы будешь красить а я считаю что когда человек планы составляет то в принципе то значит и хочет раскрашивать хочет что-то делать вот поэтому такой контраст принципе мне нравится хотя я понимаю что нужно еще делать такие моменты когда окрасишь и не снимаешь и вообще просто показываешь что-то в конце месяца но пока у меня так не получается еще но надеюсь к ленте и к этому приду потому что реально настолько это другие ощущения когда вот ты понимаешь что тебе не надо снимать новую при раскрашивании что можно просто вот сесть и чисто для себя по раскрашивать я просто стараюсь наперед снимать но это тоже не всегда получается прям и бывают такие дни когда если там я где-то протормозила то значит нужно в день 4 видео бывает и по 5 видео снимаешь бывает я там могу спать 2 часа 3 а потом просто все оставшееся время снимать то есть только там перерыв на поесть погулять с собакой ну и когда ученицы то есть вот я даже гулять стала ходить сейчас раз в неделю правда прогулка у меня всегда как правило очень основательная большая но тем не менее в основном все свободное время я утрачу именно на канал ну и к тому же идеи много главное чтоб было время все это осуществлять мне мало 24 часа с другой стороны если нигде не тупить то этого времени хватит но тупить тоже надо результат мне все больше и больше нравится но так в процессе раскрашивания ну как я поняла по моему из-за раскраски в раскраску одни и те же обозначения то есть по цветам то есть я даже может быть ну скорее всего я просто запомню а так можно даже подписать ну вот за кадром я до раскрашивала и также я прошлась белой гелевой ручкой по контуру не везде конечно но по большей степени я прошлась так было забавно но я люблю в ручке crown но это у меня уже около года мне кажется и вот вообще она не заедает ничего я когда начинаю и раскрашивать а вот так пальцем прохожусь потому что здесь пигмент немножко подсыхает и все копы а сегодня смотрю в одну сторону так непрерывно виду линию а вот в эту сторону счет она как-то заедает слегка но там уже вот она почти на исходе там сколько вот чуть-чуть осталось виду в обратную сторону просто идеально потом смотрю наоборот в это чуть-чуть заедала в эту нормально а потом в обе стороны шикарно но скоро я думаю все уже закончится но у меня есть запасах я недавно покупала плюс по распродаже ваша не хорошие ручки достаточно качественные да и еще вот здесь вот есть фрагменты которые не нужно было закрашивать я взяла перламутровую акварель только в данном случае не ту которую я люблю луч а взяла гамму да помню когда-то я очень хотела купить но в итоге в общем-то разочаровалась ну ладно здесь есть перламутр он такой зеленцой я не стала из набора вот акварель и лучше брать перламутра взяла здесь он уже заканчивается он мне не очень нравится потому что он такой зеленцой хотя я люблю зеленый цвет но просто чаще всего мне например там в новогодних иллюстрациях это нужно и как бы это совсем было не актуально вот а здесь прям в самый раз зашло и вот получились такие элементы несколько до которые вот блестят но на самом деле у меня сильное достаточно освещение поэтому забивает блеск ну вот я думаю что акварелью в любом случае лучше чем если бы я раскрашивала фломастерами так что в целом я довольна так ну и давайте посмотрим что с обратной стороны с обратной стороны все в порядке ничего не протекло никаких проблем нет лист тоже не повело в общем то ну поэтому можно и здесь будет красить без проблем так что я рада ну вот если видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья настроение вдохновения уютных раскрашивательных вечеров а мы с вами увидимся в следующем видео пока пока